И уже по сложившейся традиции предоставляем вам вступительное слово. Ну что ж, я могу сказать в качестве вступительного слова. Благодарю всех, кто пришел на эту встречу, благодарю за ожидание. И, мне кажется, живой человеческий разговор интереснее любого вступительного слова. Так что давайте начнем его. Хорошо, давайте начнем с вопросов. Я напомню правила нашей презентации. Мы начинаем с подготовленных нашими экспертами. Также каждый желающий сможет задать свой вопрос автору. И в конце приятная часть нашей презентации — это автограф-сессия. Алексей, роман «Общага на крови» — это ваш первый роман. Он написан уже более 20 лет назад. Почему, как вам кажется, именно сейчас он экранизирован? И получилось ли у романа Васьянова, получился ли современный фильм? Как вы оцениваете результат работы? У вас в вопросе сразу несколько вопросов. Боюсь, я что-нибудь забуду. Хорошо, я повторю. Напомните, роман «Общага на крови» я написал в 92-м году. То есть ему уже, получается, практически 30 лет. Почему сейчас он экранизирован, я не знаю. Это вопрос ведь не ко мне, а к киношникам, которые снимали фильм. Лично для меня у этого романа не совсем благополучная судьба. Потому что он, по-моему, 15 лет лежал в столе. То есть он впервые был опубликован в 2006-м, что ли, году. И в 14 лет это получается. В общем, долго ему пришлось ждать своего времени. Но с тех пор, как он был опубликован, он переиздавался и переиздавался, и переиздавался. И он по-прежнему остается интересным для публики, для аудитории. Я этот интерес могу объяснить в первую очередь ощущением молодости, которая есть в этом романе. Ощущением бескомпромиссности, максимализма, согласия идти на самые нелепые решения, на самые жесткие шаги. Вот запечатлеть в духе произведения молодость, это большая художественная удача. Я думаю, что я эту удачу обрел. И вот поэтому общага и интересна читателям. Причем, когда я смотрю, кто его читает, выясняется, что оказывается очень много... Многие читатели действительно молодые люди. Провестники и меня, автора, и героев моего романа. То есть этот роман популярен в первую очередь потому, что он написан молодым человеком, и он интересен молодым людям. Вот это по поводу популярности. А что еще у вас был в вопросе? Следующий был это. Получился ли у романа Васьянова современный фильм? Тут мне сложно сказать, потому что у каждого свое представление о современном кинематографе, о том, каков должен быть современный фильм. Ну, конечно, фильм романа Васьянова «Общага» — это не «Матрица» и не «Пираты Карибского моря». И там никаких спецэффектов быть не может. Получился ли у него разговор, который будет интересен современному человеку? Я думаю, что да. Но мне кажется, что аудитория все-таки не очень большая, потому что этот фильм очень взыскательный. Во-первых, он тяжелый. Во-вторых, он снят на сложном художественном языке. И для обычной аудитории он, наверное, не совсем понятен, не совсем приемлем. Но для тех, кто разбирается в кинематографе, для тех, кто интересуется тем новым, что есть в российском кино, я думаю, что этот фильм будет интересен обязательно. — И последний, конечно же, как Вы оцениваете результат работы? — Результат работы я оцениваю так же, как и, скажем так, читатели моего романа. То есть я в фильме в первую очередь ищу самого себя, свою молодость. И вот этот дух молодости в фильме я ощущаю очень остро. Наверное, это объясняется тем, что авторы фильма так же молоды, как и автор романа. Когда я роман писал, мне было года 22. Вот Роман Васеянов, конечно, не столь молодой человек, но для него этот фильм дебют как режиссера. Точно так же, как для меня роман был дебютом как для писателя. И молодость дебютанта все равно прочитывается. Ну и, конечно, молодые актеры, которые играют в этом фильме. И вот это ощущение молодости для меня в фильме самое дорогое. Ну то есть этот фильм дорог для меня тем же, чем дорог и свой собственный роман. Ощущение молодости. — Да, спасибо. А какие актеры Вам больше понравились в этом фильме? — А вы знаете, там никого нельзя выделить. Там сложился очень сильный ансамбль, где все поддерживают друг друга, все играют замечательно. Вот и выделять кого-то одного, это будет некорректно по отношению ко всем остальным актерам. Там замечательные актерские работы. Вот и... ну вот, собственно. — Да, спасибо. И скажите, ведь сценарий фильма, он не совсем совпадает с оригиналом. Как Вы к этому относитесь? — Ну как мне к этому относиться? Мне, конечно, хотелось бы, чтобы сценарии фильма совпадали с оригиналом. Но какой фильм не возьми, всегда сценарий не совпадает с оригиналом. И это касается не только меня, это касается вообще всех. И там, не знаю, Стивена Кинга экранизируют так, что отходят от первоисточника. И Льва Толстого, и Шекспира. К сожалению, это свойство кинематографа — не совпадать с первоисточником. Очень часто даже бывает так, что буквальное совпадение означает художественный провал фильма. И для понимающего человека очевидно, что фильм — это не иллюстрация к произведению. Это не переложение произведения на иной язык. Это какая-то новая история, очень близкая к тому, которая была в литературе. Но все равно новая история, рассказанная новым автором. Мне, как, скажем так, старому автору, в кавычках, конечно, хочется, чтобы эта новая история полностью соответствовала. Но я понимаю, что это желание и эгоистичное, и неправильное с точки зрения культуры. И я уже приучил себя относиться к своим экранизациям просто как зритель, а не как автор первоисточника. Вообще судить фильм всегда нужно по фильму, а не по роману-первоисточнику. И тогда будет больше удовольствия от просмотра и более адекватная оценка. Да, спасибо. На сайте «Кинопоиск» указано, что сценарием занимались пять человек, включая вас. Расскажите, каково это — работать в команде сценаристов? Я вообще никакого отношения не имел. Я продал права на экранизацию. Следующий мой шаг был приехать на премьеру и посмотреть фильм. Со мной не советовались, я не принимал никакого участия. Там на сайте ошиблись. Точно так же во всех остальных случаях моих экранизаций, за исключением «Табула», ну и «Фильма Царь». Я не принимаю участие в процессе. Если, разумеется, меня спрашивают, там режиссер спрашивает, сценарист спрашивает или продюсер, то я отвечаю. Но сам со своими мнениями, со своими советами я к киношникам не лезу. Я считаю, что лучшее, что может сделать автор для кинопроцесса — это не мешаться, не лезть под руку со своими советами. И я не мешаюсь, не лезу. Да, спасибо за честный ответ. Скажите, а что для вас значит успешная экранизация? Лично для меня это такая экранизация, которая нравится лично мне. Но есть, конечно, и объективные критерии. Объективных критериев много. Это и читательская популярность, это и долгий срок жизни фильма, это и профессиональные награды. Ну, смотря по какому критерию судить, вот, скажем, фильм «Географ Глобус Пропил» по всем критериям оказался супер успешным. У него огромное количество зрителей, его смотрят до сих пор, он награжден там всеми мыслимыми и немыслимыми призами. То есть, вот пример супер успешной экранизации. Так, нравится лично вам. И лично мне этот фильм тоже очень нравится. Экранизации ваших книг уже достаточно много. Помимо «Географа», какой фильм и сериал вы считаете удачным? Нельзя так ставить вопрос, потому что каждый фильм дорог по-своему, дорог за свое. Один фильм нравится одним, другой фильм нравится другим. Ваши любимые? Универсального критерия здесь нет. Например, «Географ» мне нравится за сердечность, за проникновенность, за какую-то вот такую русскую инфернальную тоску. А, скажем, «Ненастия» мне нравится за энергичность, за актерский ансамбль. Вот «Общака», как я говорил, мне нравится за дух молодости. А, скажем, «Пищеблог» мне в первую очередь нравится за кастинг, потому что там все актеры замечательно совпадают с моими персонажами. То есть, когда я писал роман, я примерно таких людей и воображал. То есть, каждый фильм нравится по своим причинам и за свое. Да, но «Пищеблог» я могла смотреть только в дневное время. Да бросьте вы, не такого ужого страшного. Ну, для всех по-разному. Скажите, помимо... Также ваши книги были напечатаны во Франции, изданы во Франции и Нидерландах. Как вас там приняли? Ну, у меня изданы были не только во Франции и в Голландии. У меня и в Китае выходили, там и в Сербии. В Италии, например, почему-то очень выстрелили соклавцы. Вот этот роман итальянцам страшно понравился. Его даже включили в программу курса современного российской литературы. Его там обсуждают, разбирают по частям. И вообще относятся к нему чуть ли не как к имени Розы. Мне это очень приятно, потому что это действительно серьезное отношение к серьезному произведению. Несмотря на то, что оно сделано в жанре триллера. Но жанровая принадлежность не означает какого-то там качественного провала. В Италии нравятся соклавцы, потому что это как-то с их культурной матрицей совпадает. А вот во Франции, например, хорошо относятся к ненастью, потому что для них это такой роман-нуар. Нуар родом из Франции. То есть в каждой стране произведение резонирует по-своему. И из моих многочисленных произведений, разных произведений, каждая культура, каждая страна выбирает то, которое больше соответствует его представлениям о литературе и о жизни. А какая же книга для вас является самой ценной, самой любимой? Нет ответа на этот вопрос. Все время спрашивают, какой ваш собственный роман вам самому нравится больше всего. Ну, к романам я отношусь как к детям. Вот представьте, например, у вас 10 детей. Вы же не можете сказать, кого из детей вы любите больше всех там. Предположим, я больше всех люблю третьего, потому что у него одни пятерки там в табеле. Вот и люблю еще там восьмого, потому что он кандидат в мастера спорта по шахматам. А не люблю четвертого, потому что он сопливый там. Не люблю седьмого, потому что он стекло разбил в подъезде. Нет, любишь всех детей, но любишь каждого за свое. Точно так же с романами. Я люблю все романы, потому что я полностью вложился в них, когда писал. Но каждый роман я люблю за свое. Спасибо вам за ответ. Скажите, а что для вас интереснее, создавать сценарий или книгу? Нет, для меня, безусловно, интереснее писать роман. Я много работал со сценариями. У меня пять проданных сценариев, а это по профессиональным меркам весьма и весьма неплохо. Но писать сценарии, это, скажем, не совсем то, что мне нравится. Потому что сценарию не нужно многое из того, что дорого для меня, как для автора. Например, сценарию не нужен авторский язык. Там не все равно, какими словами описано. Главное, чтобы понятно было, что должен сыграть актер. Например, сценарию не нужна вся сложность языка. Вся эта метафорика, тропы и тому подобные вещи. Сценарий налагает определенную жесткость на построение сюжета. Ты не можешь отклоняться в сторону, не можешь допускать какие-то фортеля просто ради удовольствия, что называется, из любви к искусству. Поэтому писание романов мне нравится больше, чем написание сценариев. В принципе, я никогда и не имел амбиции писать сценарии. Все сценарии, которые я написал, я написал не по своей инициативе, а по просьбе, по предложению продюсеров. Им очень хотелось, чтобы я им что-то написал, ну я пошел им навстречу. А у меня самого нет желания писать сценарии. Вообще, при всем моем уважении к киношникам, мне не очень интересна их работа. Продукт, который я получаю на выходе, да, безусловно, очень интересен. А вот как они там делают, чем они занимаются, мне неинтересно. Я даже на съемочной площадке не езжу. На той же общаге, например, был только один раз на съемочной площадке. На пищеблоке вообще не был, на генастии вообще не был. На географии тоже был один раз. Господи, какие у меня еще фильмы-то есть. Там на Тоболе вообще не был. То есть, это не мое, мне это неинтересно. Да, Алексей, в основном, так или иначе, ваши книги о прошлом. Почему? Ну, с вами я не соглашусь. У меня немало произведений о современности. Это и географ, и блудо, и муто, и псоглавцы, и комьюнити, и ненастия современности. Вот, да, и, собственно говоря, и пищеблок уж нельзя считать историческим романом. У меня примерно 50 на 50. Да, спасибо за ответ, уважаемые гости. Может быть, у кого-то появились вопросы к автору? Смелее. И у нас есть вопросы за. Спасибо, дорогие. Разрешите, пожалуйста, поздравить вас с наступившим днём рождения уже. И немного фразы из географа, да, чтобы оставаться, чтобы не стать человеком, нужно постоянно меняться. И нужно быть неизменным, чтобы им оставаться. Вот что из книги в книге, из написания в написании, всё-таки остаётся у вас того, от первого романа. И что меняется с вами на протяжении этого времени написание книг, ну и в жизни. Спасибо за очень интересный вопрос. Практически никогда меня об этом не спрашивали. Вы так замечательно сформулировали. Я даже несколько озадачил. Ну, я думаю, что во мне остаётся, во-первых, внимание к формальной стороне произведения. Я всегда слежу за сюжетом, за логикой, за гармоничностью построения повествования. Вот, и остаётся моя симпатия главному герою. У меня только один главный герой, которому я не симпатизирую. Это герой романа «Комьюнити». Вот, и остаётся то, что я всегда пишу о людях-победителях. Невзирая на то, что многие читатели зачастую их считают там неудачниками и проигравшими. А вот Виктор Сложкин из «Географа» там, это победитель. Князь Михаил из «Сердца Пармы» — это победитель. Асташа и золото будут победитель. Неважно, там выжили они или не выжили. Вот, мне всегда нравятся герои, которые сохраняют самих себя. Кто-то яростно борется за самосохранение. Кто-то просто стойко противодействует неудачам, как Виктор Сложкин. Но в любом случае они себя не предают. Вот это во мне остаётся неизменным. А меняется в первую очередь тот художественный язык, которым я пользуюсь. Я стараюсь слушать время и стараюсь, чтобы мой художественный язык соответствовал времени, в котором я живу. Скажем, вот роман «Табул» при внешне кажущейся традиционности этого романа на самом деле построен модернистским. Он построен по драматургии драматического сериала. На мой взгляд, драматический сериал — это тот формат, в котором будет создан роман 21 века, в котором в 21 веке нужно писать романы. И поэтому «Табул» я сделал в формате драматического сериала. А, скажем, роман «Тени Тевтонов» я сделал в формате аудиосериала. Потому что аудиосериал — это тоже определённый художественный вызов для писателя. И мне хотелось ответить на этот вызов. А, скажем, роман «Пищеблог» я сделал в формате метамодернизма. Это то, что происходит на смену постмодернизму. То есть я всегда стараюсь слышать своё время, современность, стараюсь говорить на языке, на котором говорит моя эпоха. Вот это меняется. То есть меняется эпоха, меняется язык. Да, спасибо. И у нас следующий вопрос из зала. — Добрый вечер. Я бы хотел спросить, вот хочу вернуться к вашему произведению, значит, «Общежитие на Крови». Вы сами проживали в общежитии? Спасибо. — Да, конечно, я сам проживал в общаге. Я достаточно долго там жил. Поменял несколько общаг. Одна общага была как раз та, в которой когда-то жил Александр Башлачёв. Почему он так вот и присутствует в моём романе. И все эти общежития были общежитиями Уральского государственного университета в конце 80-х годов, в начале 90-х. Это было очень интересное и редкое время в истории нашей страны. Время абсолютной свободы. То есть диктат партии в то время, диктат идеологии в то время уже закончился, а диктат денег ещё не начался. И вот в этот маленький зазор исторический попала моя молодость. И вот эта эпоха свободы и сформировала меня как личность. Об этом можно и судить по роману «Общага на Крови». Действие в романе происходит несколько позже, чем в фильме. Потому что вот как раз в романе вопрос свободы очень важен. Там есть власть сильных и злых людей, но уже нету власти денег и нету власти идеологии. Это как раз вот конец 80-х, начало 90-х. А можно вопрос? Ксений, я здесь. Меня слепят эти про Шектера, я не вижу. Вы много читаете, и просто вот интересно из интернета, каких бы писателей, вот топ-5 писателей, которые больше всего на вас повлияли, кого бы могли назвать? Из живущих или можно всех? Из всех 5 сложно выбрать, все-таки их много было. Ну, самый большой писатель для меня – это Лев Толстой. Я считаю, что главный художественный инструмент Толстого – это точность. Вот Толстой писал великолепно, точно и очень кратко, невзирая на огромный объем его произведений. Поэтому, наверное, язык Толстого такой корявый, потому что язык вот не приспособлен для такой точности мысли, и Толстому приходилось коверкать, как-то языку минать его, чтобы выразить то, что он хотел выразить. И Толстой говорит ровно то, что нужно, и ровно столько, сколько нужно. То есть все важные вещи названы по своим именам, все неважные вещи опущены. Вот и Толстой – это эталон точности. Мне очень нравится Станислав Лем. Я считаю его одним из величайших философов XX века, и при всей его славе и признанности, мне кажется, все равно он недооценен. Кого я еще могу назвать? Я очень люблю Маркеса, но не все, а «Сто лет одиночества». На меня в свое время огромное впечатление эта книга произвела сложно из многообразия имен кого-то одного выдергивать. Из российских мне, например, очень нравится Юрий Коваль. Его пластичный, образный, тонкий, ироничный язык. Для меня Юрий Коваль – это человек, идеально владеющий инструментарием русского языка. Ну и если уж подбирать пятерку, кого добавить-то пятым. Ну хорошо, возьмем того же Стивена Кинга. При всей кажущейся трешевости этого автора Кинг открыл художественный метод осмысления действительности, и этот метод, в общем, гениальный. Я во многом ориентируюсь на Кинга, но как читатель, а не как писатель. Ну вот пять авторов я вам назвал, с трудом, правда. Спасибо за ответ, уважаемые гости. Чей вопрос следующий? Алексей, спасибо вам большое за ваше творчество, особенно благодарю за Слушкина, он мой коллега, я тоже учитель. И в связи с этим у меня вопрос. Многие ваши книги маркированы значком 18+. Какие книги вы бы посоветовали старшим школьникам свои? Спасибо, но маркируют не я, а маркируют издательство, и не по своей воле, а по воле нашего государства. На мой взгляд, это какая-то, как это называется, не ханжество, не перестраховка, ну в общем, какая-то глупость. Вот, я понимаю, что там, не знаю, там маркиза досада, разумеется, надо маркировать как-то и продавать в полиэтилене, но мои книги в этом не нуждаются, даже если мои герои где-то матерятся, а люди вступают в интимные отношения. Вот, вообще, что-то я не замечаю нашествие школьников в книжном магазине, чтобы они хватали книги с матюками, вот, и после этого морально разлагались. Вот, ну, короче говоря, глупость это. А что бы я посоветовал школьникам? Я бы посоветовал в первую очередь пищеблог. Вот там все нормально, любовь высокая, вампиры злобные, вот, все, что приемлемо для подростков. Спасибо вам за ответ. И у нас следующие вопросы с залом. Добрый вечер, спасибо большое за встречу. А, хотела спросить вопрос о как раз деталях и точности. Как вы, есть какая-то у вас специальная, ну, это, наверное, профессиональная, память на язык, вплоть до таких мелочей, как, например, детские словечки, детские считалочки, поговорочки, и такое слово, например, как «золотко», которое я здесь нашла, и вспомнила, что мы в детстве это называли «золотинка», а когда спросила всех друзей, мне сказали, что такого слова вообще никто не знает. Вот откуда берутся такие словечки? Это диалектизм, это какие-то вещи, которые остаются и откапываются как-то специально. Вот откуда берутся такие языковые мелочи? Я, конечно, помню, как мы говорили, и усилием воли могу еще даже что-то припомнить, но лучше всего записывать. Я записываю то, что считаю нужным, то, что мне может пригодиться. Вообще, каждому произведению я составляю словарь, слов и выражений, характерных для той или иной среды, для той или иной профессии, того или иного времени. Для писателя очень важно составлять такие словари и уметь с этими словарями работать. А слова эти придумываю, разумеется, не я, а придумывает культура, придумывает народ. Есть какие-то региональные различия, но это не принципиально. Ну да, наверное, где-нибудь говорили «золотко», где-нибудь говорили «золотинка», где-нибудь говорили «вожатка», где-нибудь, не знаю, там, «вожатая» называли. Это не принципиально. Главное, сам строй языка, который сейчас, разумеется, уже совершенно иной. Если говорить о пищевлоке, который вы, судя по всему, имеете в виду, то, разумеется, всего богатства вот этого детского фольклора я уже не помню. Я, когда писал этот роман, составил такой опросник и разослал этот опросник всем своим друзьям и знакомым, чтобы они мне записывали, вспоминали, что они помнят из своего детства. В опроснике было много всяких, там, ну, как это сказать, ну, групп, что ли, слов, выражений. Там я просил вспомнить, там, страшные истории, истории, там, садистские стишки, игры, обзывалки, считалки, какие-то там интересные словечки, вот, ну, все, чем богата детская речь. И вот по этим критериям, по этим графам мои знакомые мне записывали практически все, что они мне сообщали, я уже помнил, не все вспомнил, но все помнил. Вот, но были некоторые вещи для меня новые. И вот таким образом я собрал вот этот лексический материал для пищеблока. Спасибо вам за ответ. Уважаемые гости, чей вопрос следующий? Хорошо. А у нас есть вопросы с зала? Сейчас, если можно. Отличие, ну, я хотел бы отличиться от романов, именно «Хребет России». та книга, который, ну, и большой проект, который был, знаю, что он был, ну, более коммерческий, потому что он заранее был, наверное, оплачен, ну, или постепенно был оплачен. Поступали ли еще какие-то заказы, такой проект, такого масштаба, ну, понятно, что уже не Урал, а, возможно, Юг России, или Север, куда-то больше, Ухтар, Ухтар, какие-то такие есть. Есть ли предложения, есть ли такой проект? Спасибо. Интересно, что вы имеете в виду под коммерческим и проплаченным. Все-таки... Это проект не коммерческий, это проект мой собственный, я его сам придумал, я сам нашел на него деньги, в том числе часть средств создал Анатолий Борисович Чубайс, он в то время возглавлял РАО ЕС и поставил вопрос о финансировании моего проекта на совете директоров и совет директоров согласился профинансировать. Но там не только Чубайс был, в финансистах там был еще и Урал-Калий, и Укоил, по-моему, я уж точно не помню. В общем, это очень дорогой проект, он стоил в те времена 2 миллиона долларов. Это, напомню, 2008-2010 годы. Ну, конечно, доллар был тогда поменьше, чем сейчас, но, тем не менее, это очень дорогой проект. В то время это был самый дорогой проект отечественного телевидения. И не мудрено, потому что этот проект был очень сложным в реализации. То есть я должен был нанять звезду Леонида Парфенова со съемочной группой. Мы должны были объехать весь Урал, это огромная по площади, территория, там, по-моему, пять тысяч километров мы наколесили, пока снимали этот фильм. А вот мы ездили не просто так, там, втроем с Парфеновым, с Юлей Зайцевым. У нас был целый такой поезд из автомобилей, в которых везли оборудование, камеры и так далее. Потому что в то время подобные съемки были гораздо более дорогими и сложными, чем сейчас. Потому что не было, например, статикамов, нужно было прокладывать рельсы, по которым ехала тележка, немало ведущего на ходу. А сейчас это просто такой специальный жилет, вроде разгрузки. В то время, например, не было дронов, квадрокоптеров. И для того, чтобы что-то снять с воздуха, нам нужно было нанимать вертолет или, например, строить огромный кран, который поднимал камеру над ведущим. То есть все это было страшно дорого. Кроме того, потом требовался отснятому материалу огромный постпродакшн. Вот все это и съело эти деньги. Это не был никакой коммерческий проект. Разумеется, мы какие-то зарплаты, гонорары за него получили, но мы все, включая там Леонида Парфенова, работали не для того, чтобы набить свои карманы, а для того, чтобы сделать интересный проект. Вот. И я не могу назвать его коммерческим. Это обычный телевизионный проект, который просто стоил больших денег. Вот. А вообще, в принципе, потом, да, ко мне поступали предложения снять подобные фильмы о других территориях, но я уже эти предложения отвергал, потому что мне был интересен Урал, я снял фильм об Урале. А остальные территории, ну, я там не специалист. Пусть ищу тех, кто лучше меня знает эти территории. Спасибо вам за развернутые ответы. У нас есть следующие вопросы с зала. Хотел бы сказать большое спасибо вам за ваше творчество, за вашу работу. Это очень супер читать ваши книги. По поводу романа Табо, вот такой вопрос. Вот этот край, он далекий, как будто бы, ну, возникает ощущение, что это какая-то далекая колония, но только не за морем, а за лесами, за горами и так далее. Все колонии в других странах так или иначе ушли от от Великобритании, от Германии, Бельгии и так далее. А какие скрепы, вот, на ваш взгляд, скрепили нашу большую, огромную страну? Что это? Православие, язык, власть? Вот такой вопрос. Ну, это больше мировоззренческий и социологический вопрос. Мне кажется, такой скрепой является просто выгода. То есть, эти огромные территории на Урале и за Уралом всегда поставляли некий ресурс, который можно было продавать за рубеж. Причем, добывать его было не очень дорого. С развитием общества, с прогрессом этот ресурс изменялся, но характер его оставался всегда одним и тем же. Скажем, там, во времена Петра Первого или там, Ивана Грозного таким ресурсом была пушнина. Россия продавала пушнину за рубеж. Почему это происходило? Потому что в Европе в то время от России мало что было нужно. Зерно зачем? А в Европе сама была оградная. Лес в Европе лес был свой. Пушнины в Европе не было. Поэтому пушнина пользовалась спросом. А зачем Россия продавала? Дело в том, что в России до 1745 года не было найдено ни одного месторождения золота. То есть все золото в России было привозное. А никакая экономика не может существовать без золота. Было нужно золото. А золото можно было получить только в обмен на что-то, что покупала Европа. В данном случае покупала пушнину. Вот и для этого осваивалась Сибирь. Для того, чтобы продавать пушнину на Запад, получать золото и строить собственную экономику. То есть Сибирь была не просто способом каким-то там вельможам набить карманы, а гарантией существования экономического существования государства. И вот таким гарантом Сибирь оставалась и на протяжении всей своей истории. После пушнины пришло время пшеницы, зерна, потому что Россия была главным поставщиком хлеба в Европу. Это там скажем до Октябрьской революции или даже до Второй мировой войны. Потом пришло время нефти. Неважно что поставляла Сибирь, но она всегда поставляла что-то очень и очень важное для всего государства. Вот поэтому Сибирь была нужна, поэтому роль в Сибири не изменилась в внутренней структуре нашего государства. Ну и отношение к Сибири тоже не меняется. То есть отношение к богатому, но дикому краю, из которого из недр можно рвать что-то бесконечно и практически ничего туда не возвращать. То есть это кладовка, в которой припасы не заканчиваются. Да, спасибо. Кто еще хочет задать автору вопрос? Алексей, спасибо за ваше произведение. Хотел спросить. Вы много пишете о свободе, о том, как мы русские, ну не только русские, россияне воспринимаем это слово, это свобода. Что это для нас значит? Вот теме раскола тоже посвятили произведение. Вот на ваш взгляд современной России грозит какой-то раскол по какому-то признаку. Может быть в контексте ковида кто-то хочет прививаться, кто-то нет. То есть вот вы как литератор, как мыслитель и если позвольте второй вопрос. Вы упомянули Льва Толстого. Как считаете, вот такие мощные произведения, как война и мир, нужно ли давать в школе в 10-11 классе или рановато? Спасибо. Давайте начну со второго вопроса, а вы мне потом напомните первый. Мне кажется, что все-таки войну и мир в школе преподавать не нужно. Она слишком сложна и слишком велика для школьника. Но понимаете, задавать такие вопросы писателю, который уже сам очень высоко ценит Льва Толстого, это не совсем правильно, потому что такие вопросы надо задавать педагогам, надо задавать специалистам по этим вопросам, по психологии детей, по взаимоотношению с детьми, а я не специалист. Мне кажется, что не надо, но лучше об этом спросить профессионалов. А по поводу первого вашего вопроса о расколе. Самое глупое это делать какие-то прогнозы. В принципе, наверное, может быть какой-то раскол, может быть раскол между москвичами и провинциалами, раскол между обладателями QR-кодов и теми, кто лишен этих QR-кодов, раскол между богатыми и бедными, раскол между теми, кто имеет доступ к ресурсу и теми, кто не имеет доступа к ресурсу и так далее. То есть принципов для раскола наша жизнь дает много, но состоится ли этот раскол? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что у нашего общества слишком низкая энергетика для того, чтобы оно поднималось на какой-то пункт, начинало кого-то там крошить, раздирать на части и тому подобные вещи творить. В общем, мне кажется, что просто энергии не хватит на вот эту ненависть. Но корни этой ненависти да, есть, и ненависть потихоньку зреет. Да, Алексей, спасибо. Скажите, а есть ли у вас какая-то творческая мечта, задумка, которой вы никак не можете попиться? Которой что, не могу? Которой вы никак не можете подступить? Ну, знания сейчас, наверное, уже нет. Есть, конечно, вещи, которые мне бы хотелось сделать, но я их никогда не сделаю. Но это не потому, что мне не хватит сил, а потому, что всегда надо выбирать что-то одно, нельзя сделать все. И, к сожалению, я выбрал другое. Ну, предположим, я сейчас пишу книгу об истории речного флота России. Но мне, скажем, нравится тема русской смуты. Вот, или, например, тема строительства БАМа. Но я понимаю, что об этом я книгу никогда не напишу. Не потому, что не смогу, потому, что надо выбирать. Вот я выбрал речный флот. То есть, есть, конечно, вещи, которыми я не подступлюсь, но у любого человека в жизни есть вещи, от которых приходится отказываться, хотя они и дороги, и желанны. Спасибо за искренний ответ, уважаемые гости. К сожалению, время нашей встречи подходит к концу, и у вас есть возможность задать последние вопросы автору. Есть желающие? Ну, конечно, последний вопрос, наверное, нужно задать такой, чтобы это самое всем было интересно. Ну, не только от своего имени, но и от имени всех здесь сидящих. Спрашиваю, допустим, вы, как популярный писатель, допустим, как считаете, вот, что вам дает такой творческий полет, вот, творческий полет на написание ваших прекрасных произведений? вы задали последний вопрос, как первый, тут можно еще целый час об этом говорить. Ну, если очень вкратце, я скажу так, что каждый человек, вот, как личность, существует в неком формате. Ну, скажем, один человек, он существует, он борец по натуре, вот, и все, что он делает, это борьба. Он всегда борется, он там борется с женой, он борется с детьми, когда там заставляет их, не знаю, там, учить уроки, он борется со своим котом, он борется с самим собой, когда заставляет себя делать гимнастику, он борется с своим начальником, он борется с продавщицей в магазине, с кассиршей, вот, он везде борется, вот, он борец по натуре. Есть, например, по натуре воры, вот, они всегда присматривают, что у кого можно где стянуть, там, вещи, деньги, мысли, чувства и так далее, вот, то есть, каждый человек как личность существует в определенном формате, и для меня, я существую в формате писателя, писатель это тот, кто рассказывает истории, для меня это не усилие, мне это совершенно естественно, мне это нравится, мне это наиболее органично, поэтому мне не нужны какие-то импульсы, вот, я просто так живу, вот, как все вы дышим, вот, я живу в формате рассказывания истории, а кто-то, например, живет в формате борьбы, там, а кто-то живет в формате, ну, я не знаю чего, там, погони какой-нибудь, соперничество, вот, то есть, на самом деле, нету никакого усилия над собой, для того, чтобы оставаться самим собою, усилие нужно для того, чтобы изменить самому себе, а я не вижу причин изменять самому себе, не вижу причин прилагать этих усилий, то есть, мне жить очень легко, и я испытываю удовольствие от собственной жизни, потому что я такой, каким я и хочу быть, и живу так, как я хочу жить. Спасибо. Вы постоянно, может, жизнь отдаёте, и, может, жизнь отдаёт всякие смыслы, вы это отдаёте, а правда, читать? Да, да, просто рассказываю о том, как живу, что понимаю, чего узнаю. Алексей, а можно ещё последний вопрос? А если бы вы были писателем про будущее России, то какая книжка была? Она была бы доброй, хорошей? Как вы думаете? У меня есть такой замысел, быть может, я им займусь после того романа, который пишу сейчас, поэтому на ваш вопрос я не отвечу ничего. Но могу сказать только, что это будет очень злая книжка. Будем ждать с удовольствием. Спасибо большое. Ну и приоткройте завесу тайны. Расскажите нашим зрителям, читателям, над чем вы сейчас работаете, какую книгу пишете? Сейчас я пишу роман «Бронепароходы». Это роман о гражданской войне в России время действия в 18-19-е годы на реках Волги и Каме. Дело в том, что в то время существовало несколько противоборствующих группировок армий, например, там Красные, белогвардейцы и Чехословаки в комитете членов учредительного собрания, Ижевско-Воткинское восстание, потом там правительство Колчака, ну и так далее. И у всех этих противодействующих сил были свои речные флотилии, обычные мирные пароходы, которые вооружены, бронированы и ведут друг с другом военные действия на реке. Вот на таком материале я и пишу роман. Ну и параллельно я делаю книгу об истории российского речного флота. Роман будет называться «Бронепароходы», книга будет называться «Речь флота». Да, Алексей, спасибо вам большое за увлекательную беседу. К сожалению, наше время подошло к концу. Я хочу пожелать вам творческих успехов и ждем вас снова в московском доме книги. Уважаемые гости, аплодисменты.